На каком предприятии в области задерживают зарплату или нарушаются условия труда? Рассказать об этом можно будет завтра с 10 утра и до 12 часов дня будет работать прямая телефонная линия по номеру 69 77 68. Можно лично пообщаться с представителем прокуратуры, трудовой инспекции, службы занятости и службы судебных приставов. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Нет счетчиков выше тарифа закона. Повышение платежной инициативы во втором и третьем чтениях утвердили накануне депутаты Госдумы. Документ предусматривает повышенный коэффициент для тех, кто дома пользуется водой, газом и электричеством, но счетчики не устанавливают. Депутаты считают, что этот закон поможет бороться с россиянами, которые сдают квартиры в аренду, при этом не указывая, сколько человек там реально проживает. Добавлю, что окончательно документ еще не принят. На Гренландию в этом году приедет Иосиф Кобзон и Николай Валуев. Об этом сообщили организаторы фестиваля авторской песни. В этом году он пройдет традиционно на берегу Быстрицы в Бушарова с 10 по 12 июля. Песен под гитару от именитых гостей организаторы не обещают. По планам Валуев и Кобзон должны исполнить на сцене гимн страны. У детей из детского дома «Надежда» появилась возможность заняться садоводством. Каждый день ребята ухаживают за саженцами цветов, малины и смородины. Их предоставил детскому дому Союз садоводов России в главе с Олегом Валенчуком. Воспитатели детского дома уверены, ухаживая за растениями, ребята смогут быстрее привыкнуть к самостоятельному труду. Воспитатели детского дома «Надежда»